Добрый день уважаемые трейдеры, приветствую вас на внеочередном брифинге, который посвящен ситуации в Англии, которая теперь будет развиваться по пути самостоятельного государства. Не смог я дождаться понедельника, потому что спешу поделиться с вами информацией, наиболее актуальной, важной сейчас, потому что очень хочу, чтобы буквально с открытия и начала торгов на следующей неделе вы были полностью вооружены тем фундаментальным фоном, который сейчас сложился на финансовых площадках. Но, безусловно, в понедельник мы также проведем и брифинг, и вебинар. Все без изменений, там будет более обширная информация, но сейчас я предлагаю сфокусироваться непосредственно на факте Брекзита, народном волеизъявлении, которое состоялось в Англии. На текущий момент то, что произошло, уже называют как концом европейской мечты, поскольку до последнего многие экономисты, и уж тем более главы государств, верили в то, что все-таки здравомыслие восторжествует, и Англия останется членом Европейского Союза. То есть Евросоюз будет целостным, как никогда. Но сейчас мы уже говорим постфактум того, что начался тот самый распад, который, по идее, несколько лет назад должен был стартовать еще с выхода Греции. Но Греции в рамках руководства страны удалось договориться с тройкой каиторов, подавить волнение социального характера общественности и сохранить, собственно, свой членский билет в рамках Европейского Союза. Уверен то, что поспособствовали этому, в том числе и позиции тройки каиторов, которые заключались в том, что распад ЕС явно никому не нужен для того, чтобы не будоражить глобальные рынки, не проецировать еще большую неопределенность. По Англии вероятность выхода из ЕС была меньше 1%, в прямом смысле. Кто-то, может быть, спекулировал на теме того, что дойдет дело до этого, но все равно все в глубине души понимали, что такое маловероятно, поскольку развал Европейского Союза со стороны выхода столь могущественного государства, как Англии, это беспрецедентное событие. И сейчас постфакту мы говорим о том, что, к сожалению, предположения рынка, как и всегда, обычно бывают, оказались неверными, и Англия теперь не член Европейского Союза. Англия — это самостоятельное автономное государство, которое будет развиваться по собственному пути. На текущий момент уже это событие характеризует как очередной черный лебедь, который в этот раз посетил Англию и коснулся, уж не знаю чем, крыльями либо лапами фунта. Потому что фунт в рамках заключительной торговой сессии прошлой недели понес одни из самых существенных потерь. Если говорить не делать ставку на точность по пунктам, а в целом говорить про ту динамику, которая сложилась на финансовых рынках в пятницу в отношении той же самой пары фунт-доллар, вы видели, как практически пара с отметки 1,50 свалилась до уровня 1,35, то есть это полторы тысячи пунктов. То, что такое случилось в рамках буквально незначительного периода времени, это как раз следствие народного волеизъявления, голосования, которое подтвердило тот факт, что избиратели считают, что Англии пора двигаться по собственному пути. Уже говорят о том, что европейская мечта не состоялась. Можно готовиться к тому, что по принципу цепной реакции, по принципу домино вслед за Англией, могут последовать и другие регионы, которые также видят больше бремени от сотрудничества с Европейским Союзом. Но это вопросы, скажем, предстоящего будущего. Давайте пока на них не будем циклиться, а говорим по факту того, что все началось с выхода Англии из состава Европейского Союза. Вспоминаются слова также и бывшего министра иностранных дел Англии Грэма, который еще накануне Первой мировой войны отмечал то, что над Европой погасли огни. Действительно, это так. Сейчас все держатся за голову. И прежде всего, это касается руководителей центральных банков регионов Европейского Союза. Потому что волатильность будет только усиливаться, неопределенность будет только возрастать. И все это скажется, конечно же, на динамике финансовых активов. Помимо того лихорадочного состояния, которое мы наблюдали на валютном рынке, безусловно, серьезную волатильность показала еще и фондовая секция. Евросток 600 буквально за считанные минуты потерял столько, сколько не терял с 2008 года. Напомню то, что в 2008 году мы как раз столкнулись с проявлением финансово-экономического кризиса, который, по моему мнению, продолжается даже до сих пор. Но тогда все началось с караха Лемон-Разерса. Американская фондовая секция та же не отставала. Потери больше 3%, поэтому много. В частности, NASDAQ просел до минимального уровня с 2011 года или даже 2010 года. А если говорить про очень негативное открытие торговой сессии, то это худший результат с 1986 года. Что касается валютного рынка, вы сами все прекрасно видели. Буквально все валюты отреагировали на то, что произошло. И я надеюсь, что те, кто торговал консервативно, собственно, я не сомневаюсь в этом, все нормально, ситуация была под контролем и контролируются риски. Но что касается тех, кто злоупотребляет рисками, здесь либо была возможность получить хорошую прибыль, либо, соответственно, к сожалению, констатировать закрытие ордеров либо по стоп-лоссу, либо, не дай бог, по стоп-ауту. В любом случае, возможностей на рынке будет еще очень много. Я, собственно, вас и готовлю к тому, что с открытия следующей недели мы вернемся к этому инфоповоду. Мы продолжим следить за ситуацией и продолжим анализировать возможные последствия, которые могут иметь место быть с точки зрения влияния на активы, уже события постфактум, как Brexit. Если говорить про выход Англии из состава Европейского Союза, то этот новостной фон, это фундаментальное событие проявило себя во всей красе, спровоцировав безудержную волатильность. И мы это прекрасно видели. И видели по реакции рынка. Хотя, если отмотать немножко назад, на азиатскую сессию пятницы, то, что в этот период возрос спрос на защитные активы, стало ясно, что большинство трейдеров действительно закладывают в качестве наиболее возможного вероятного сценария выход Англии из состава Европейского Союза. Думаю, что причины тому данные экзитполов, предварительных опросов, которые стали поступать на финансовые рынки, и рынок, будучи чувствительным к такой теме, он, безусловно, сразу отреагировал. Согласно предварительным данным, которые появились буквально в первые часы пятницы, стало ясно то, что сторонники Брекзита лидируют сначала с небольшим перевесом, который составил 400 тысяч голосов, но еще была надежда на отдельные регионы и на отдельные избирательные участки, потому что не все еще подсчитали голоса и сложили их в общий пул позиции и мнения, которое должно было стать реальностью и сообщать рынку о том, до чего же все-таки додумались избиратели вытеснить Англию из ЕС или все-таки сохранить ее членство. Перевес сначала был незначительным, буквально к 6.00 по московскому времени, по-моему, 51 с небольшим голосом выступали за Брекзит, 48 с небольшим выступали за то, что Англии нужно все-таки сохранить свой членский билет. Перевес был незначительным, то есть, учитывая то, что впереди была еще Шотландия, Северная Ирландия, серьезные регионы, которые отличаются своим прагматизмом, традиционным здравомыслием, это действительно так, многие полагали то, что они смогут изменить расстановку сил, позиционирование и уже изменить вот этот полюс мнений в пользу тех, кто выступает за то, что Англия должна остаться в рамках Европейского Союза. Шотландия и Северная Ирландия действительно проголосовали и, собственно, все вышло так, как и полагалось. Они высказали за то, что Англии не нужно двигаться по пути самостоятельного государства. Уверен, что руководствовались тем, что выход Англии из ЕС будет начревато разрушением торгово-партнерских связей, которые складывались на протяжении последних нескольких десятков лет. Это приведет к затяжной рецессии, серьезному спаду и с точки зрения экспорта, и внутреннего спроса. И это на фоне того, что Англия до сих пор не может решить проблему с крайне низким инфляционным давлением, то есть с дефляцией. Мы об этом говорили очень много, буквально до этого Brexit. Это было, собственно, одно из ключевых тем, от которых мы отталкивались торгой британцам. Но сейчас, конечно же, полюс уже смещается в пользу политических рисков и того, что же будет с Англией дальше. К сожалению, несмотря на большинство тех, кто выступил за членство Англии в ЕС в рамках Ирландии и Шотландии, расстановка сил сильно не изменилась. Мы наблюдали, как избирательные участки с точки зрения количества уменьшаются, то есть те, кто еще не отчитался по количеству голосов. И все равно расстановка сил не менялась. Она, напротив, только указывала на то, что позиция голосующих за выход, она остается доминирующей. 400 тысяч голосов были перевеса смещены на 700 тысяч, потом перевалили за 1 миллион. И как только трейдеры, которые следили за этими событиями, за народным голосованием, уверен, не спать. Ну, особенно те, кто хотел много заработать. Как только перевес усилился, тут же делали ставку на спрос на защитные активы. Поэтому мы видели безумный рост франка, драгоценных металлов, облигаций, японской гены. В частности, укрепление франка стало причиной внезапных интервенций, которые были проведены Национальным банком Швейцарии. Но если быть совсем точными, мы готовились к тому, что подобная решительность могла иметь место. Хотя, помимо Национального банка Швейцарии, мы ориентируемся еще и на Банк Японии, который вроде бы, как в ходе последнего заседания, обещал нам за то, что если дело дойдет до мрачного сценария, они не будут стоять в стороне. И также проявят решительность через расширение мер экономического стимулирования. То есть, либо расширение программы количественного смельчения, либо через снижение процентной ставки. Но внезапная реакция могла быть сведена к валютным интервенциям. К сожалению, со стороны японского государства мы их пока не дождались. Но это не значит, что мы сейчас должны отказываться от трейдинга пары доллара японской иены. Напротив, после того, как этот тандем валютных активов пробил поддержку на уровне 100 ровно, я считаю то, что у нас сейчас просто колоссальная подаренная возможность занять длинную сделку и ждать возвращения пары снова в район ближайшего сопротивления, важного, серьезного. Это 110. Тем более, что способствовать этому должны еще и определенные метаморфозы, которые могут произойти с американской монетарной политикой, поскольку мы продолжаем готовиться к тому, что ФРС поднимет процентные ставки. Волатильность, которая стала следствием данных, поступивших по народному вользъявлению, как я уже отметил, привела к тому, что стали серьезно укрепляться защитные активы, а вот рисковые инструменты оказались в аутсайдерах. Самые серьезные потери, одни из самых существенных, понес фунт, который лишился больше тысячи пунктов буквально за считанные минуты. И после того, как это произошло, после того, как перевес голосующих за Брекзит, сторонников выхода Англии, известно, переводил за 1 миллион, стало ясно, что сценарий, который недооценивали, станет на самом деле наиболее вероятным. И как только это случилось, мы увидели еще больше ралли. Мы услышали о том, что многие главы государств проводят экстренные брифинги, совещания с руководителями национальных ЦБ по поводу того, что же предпринять, чтобы не допустить расползания неопределенностей и не привести к хаосу на финансовых рынках. Но в каком-то формате все-таки этот хаос случился, и это совершенно логичное следствие. После того, как в 8.00 BBC подвел, на мой взгляд, первые официальные итоги состоявшегося народного волеизъявления, то, что большинство, точнее 51,9 голосов проголосовали процентов избирателей за то, что Англии нужно выйти из состава ЕС, и, соответственно, оставшиеся часть тех, кто сохранял позицию по поводу сохранения членства, стало ясно то, что Англия теперь не является государством Европейского Союза. Собственно, волатильность после этого еще усилилась, давление на рисковые инструменты, соответственно, повышенный спрос на защиту. Текущая реальность указывает на то, что рынку нужно готовиться к чему-то невиданному ранее, потому что выход Англии – это беспрецедентное явление, которое случилось. Много можно говорить про последствия, но, судя по тому, что все-таки большинство проголосовало за выход, стало ясно то, что компания тех, кто выступал за то, что европейская миграционная политика стала причиной ухудшения уровня материального жизни, снижения заработных плат и, в принципе, роста расходов на социальные услуги, одержала победу. И многие решили, что если Англия будет развиваться по пути самостоятельного государства, то многие проблемы удастся решить. На мой взгляд, это не совсем то, что должно соотноситься со здравомыслием. Многие, между прочим, главы правительства отметили факт этого голосования. Пусть они, конечно же, с уважением отнеслись к народному мнению, но я уверен, что в глубине души считают, что это абсолютный бред, который вообще никак не соприкасается с реальностью. Уже все говорят о том, что турбулентность на финансовых рынках вырастет. Между прочим, ФРС сообщила о том, что готов предоставить дополнительную ликвидность региональным ЦБ, чтобы снизить давление на глобальную экономическую инфраструктуру и поддержать финансовые рынки. Кристин Лагатор, руководитель Международного валютного фонда, также полагает, что дальше мы вступаем, вся мировая экономика, в период неопределенности. И неизвестно, каким последствиям это приведет, но, в частности, Международный валютный фонд, также готов предоставлять ликвидность для поддержки развивающихся рынков, которые окажутся наиболее уязвимыми по факту выхода Англии из состава ЕС. Поскольку вероятности выпадения из Интеграционного союза Англии никто не допускал, я считаю, что у нас есть возможность сейчас замахнуться на возможность реализации самых невероятных сущностей и событий, которые могут произойти на рынке. Следующим я предлагаю зацепиться за победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Почему бы и нет? Может быть, нам уже стоит переключаться на это событие, но, совершенно очевидно, мы должны сейчас благодарить в хорошем смысле Brexit, потому что это событие станет причиной повышенной волатильности, а волатильность – это, конечно же, хорошая возможность для тех заработков, которые можно получить и извлечь из финансовых рынков в ближайшие торговые сессии. Если говорить отдельно по валютным активам, если вы потерпите до понедельника, мы пробежимся, собственно, по буквально всему спектру финансовых инструментов, посмотрим, как можно действовать дальше. Но особую ставку я снова предлагаю вам сделать сейчас на британскую валюту против доллара, несмотря на то, что Англия теперь является самостоятельным государством. Я думаю, что от локальных, минимальных, а по некоторым парам и максимальных экстремумов после такого события ралли должно последовать восстановление. В частности, по фунту будет не лишним сейчас поторговать, собственно, с возможностью запиться за уровень ближайшего сопротивления, которое значится на отметке 1,40. Доллар и японская иена, как я уже отметил в начале этого брифинга, прекрасная возможность для занятия длинных сделок, тем более, что мы помним слова японского регулятора о том, что они готовы рассмотреть возможности дополнительных мер экономического стимулирования. Напоминаю то, что мы планомерно приближаемся к ближайшему заседанию Центрального банка Японии, Банка Японии, где по обещанию некоторых высокопоставленных чиновников можно будет услышать в ходе которого о том, что и японский регулятор предпочел не оставаться в стороне. Волатильность будет только нарастать. Вы должны быть к этому готовы. И, безусловно, когда останете проводить сделки, пожалуйста, мой традиционный посыл, контролируйте риски, потому что, вроде бы как, складывающаяся предсказуемая ситуация может обернуться серьезным разворотом и движением активов не в том направлении. К этому нужно быть готовым. Вернемся еще раз к Брекзиту. Подведем уж кончательные итоги. 51,9% голосов выступили за то, что Англии нужно развиваться по пути независимого и автономного государства. Меньшая часть проголосовали за то, что Англии нужно оставаться членом Европейского Союза. То, что ситуация сейчас неопределенная, это мягко сказано. Но по некоторым валютным парам мы сможем все-таки, отслеживая общую фундаментальную картину, понять, как действовать дальше. В общем, готовимся к следующей неделе. Полагаю, то, что эта информация, ну и, в принципе, уже вашего собственного подхода к видению рынка достаточно для того, чтобы, может быть, потерпеть и поторговать даже на азиатской сессии понедельника, потому что уже с открытия новой недели мы будем воочию наблюдать, как, в принципе, финансовые рынки продолжат резонировать от событий и фактов выхода Англии из состава ЕС. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. И в качестве бонуса для тех, кто нашел время, чтобы посмотреть это видео на выходных, я готов предложить вам поддержку покупательской способности ваших депозитов в виде бонуса 18%. Ну а что касается кодового слова, давайте традиционно приурочим к региону, который является главным ньюсмейкером предстоящего времени, это Англия. И не забывайте о том, что мы продолжим следить за развитием ситуации очередного проявления черного лебедя, который коснулся британский регион. И события, они уже развиваются во всей красе. Будем смотреть дальше.